Кыргызстанцы в разных странах вышли на митинги в поддержку Баткенца. Видеоакции протеста опубликованы в социальных сетях. Участники митингов Сан-Франциско в США потребовали от международных институтов привлечь президента Таджикистана Эмамали Рахмона к ответственности. Люди погибли, международные СМИ писали об этом. Нам нужна помощь. Помогите Кыргызстану, говорят наши соотечественники. Акции протеста прошли в двух городах Германии, Францфург-на-Майне и Гамбурге. Кыргызстанцы вышли на митинг и к зданию посольства Таджикистана в Германии. Призываем решить этот конфликт мирно, без применения оружия и насилия, отметили участники акции. Чтобы война не повторялась, просим не допустить вооруженное столкновение. Проблемы на границе не решить камнями и оружием. Нужно работать над причиной конфликта на Кыргызско-Таджикской границе. Просим демилитаризацию и демаркацию границы. Конфликт на Кыргызско-Таджикской границе привлек внимание всего мирового сообщества. Как отмечают эксперты, информация об этих событиях подавалась по факту. Искажений не было. Однако в самом начале конфликта отдельные блогеры Таджикистана предоставили некоторым зарубежным СМИ информацию о том, что якобы Кыргызстан первым проявил агрессию против Таджикистана. Но это не соответствует действительности. Со стороны блогеров была такая ненависть, очень сильная, негативная такая информация шла. У нас очень хорошо журналисты сами отработали, подали информацию как есть, очень сбалансировано, без эмоций. И главное, они пытались довести его до мирового сообщества. То есть многие кооперировались, не писали только на кыргызском или на русском языке, но и писали на английском языке, на французском. Положительную роль в освещении конфликтной ситуации сыграла и активная часть населения. В социальных сетях было много фото и видеоматериалов с комментариями очевидцев, что это позволило местным и иностранным СМИ предоставлять недостоверную информацию. Кыргызское сообщество, особенно в социальных сетях, действительно проявило себя очень активно и на многих языках начало распространять информацию по своим группам. И это действительно возымело действия. Многие информационные средства международного уровня, такие как Евроньюз, Аль-Джазира, китайские средства массовой информации, начали давать более объективную информацию. Искажение информации во время таких межгосударственных конфликтов – обычное явление, это называется информационной войной, подчеркивают эксперты. Чтобы со временем факты по минувшим трагическим событиям не исказились, их в срочном порядке необходимо документировать. Конечно, технологии помогают нам, облегчают жизнь, но очень много дезинформации, фейк-информации, которая заранее готовится. Поэтому все сейчас говорят, что везде в любом конфликте, вот Украина-Россия и так далее, например, или Грузия-Россия, помните, восьмой год 2000, везде идет информационная война. И здесь то же самое сейчас происходит, в принципе. Теперь нам нужно задокументировать все и уже начать с новой стартовой позиции, доказав то, что была агрессия, была агрессия, мы как жертва, но мы должны все это очень грамотно в правовом поле сделать и уже с этой позиции начинать новый переговорный процесс. Данные действия необходимы, потому что в этих событиях были грубо нарушены пункты международных соглашений. Это поджог жилых домов на территории Кыргызстана, применение огнестрельного оружия против мирных жителей, и, наконец, незаконное вторжение в соседнее государство. Эксперт оценивает эти действия как геноцид. Это агрессия, это геноцид. И действительно ее можно так расценивать. Но акт агрессии и геноцид, она расследуется международным уголовным судом римского статута, который расположен в Гаге. Мы подписали этот документ, но мы еще не ратифицировали. Но я думаю, что парламент этот вопрос рассмотрит. И в ближайшее время мы этот вопрос, мы должны обратиться туда, чтобы межовое сообщество дало оценку. И те преступники, которые совершили агрессию, геноцид нашего народа, они понесли наказание соответствующее. Так, сегодня отечественным дипломатам предстоит проделать большую работу, от которой зависит дальнейшая постконфликтная обстановка, поскольку произошедший 29 апреля. Столкновение – это не очередной приграничный инцидент, а из ряда вон выходящий случай. Этот прецедент – важнейшее и очень серьезное нарушение разных международных пактов, договоров. Оно не было замято как очередной инцидент, очередное недоразумение на этой линии границы. Мне кажется, это совершенно не очередное, не заурядное событие, которое не должно впредь повториться. И для этого и правительству Таджикистана, и международному сообществу должно быть ясно, четко донесено. Отметив, что по данным Минздрава, число пострадавших в конфликте на границе выросло до 183 человек, а число погибших – до 36. Сегодня стало известно о смерти двух человек с четырехлетнего Абедина Турсунбаева и жителя села Максат 1967 года рождения. Всего в Баткинской области разрушено 107 домов.